Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу предложить вашему вниманию немножко необычный стример, которым можно как щуку, так и окуня ловить. В данный момент я буду изготавливать стример для поимки окуня. Ну и если попадется щука, она может его откусить. С самого начала, как вы меня и просили, я показываю. Я беру обыкновенный крючок, тот, который вот у меня, допустим, был. Это у меня крючок для ловли бычков. Он с отведенным жалом, специально, как вы видите, загнут. Но меня чем он устраивает, что у него достаточно хорошее длинное цевьё, стримерное. Наносим немножечко клея, клей, как я уже говорил, я использую вот такой. Можно использовать любой, какой вы сочтёте необходимым. Это не реклама. Отрезал кусочек свинца листового. И не доходя до загиба примерно один сантиметр, я начинаю огружать наш крючочек. Стараемся его огрузить до почти самого колечка. Не доходим приблизительно сантиметр. Там, в основном, мы будем крепить тело в голову. И самый основной такой момент, это в зависимости от величины огрузки, вы сами выберите для себя глубину проводки. То есть, стример регулируется только той дополнительной огрузкой, которую мы исполняем. В данном варианте я изготавливаю стример не столько для нахлыста, сколько для ультралайта. Подготовили. Нанесём немножечко клея и возьмём нашу нить. Нить я беру, как я уже говорил, где-то 4-0-6-0, но она ровнится, достаточно хорошо укладывается на нашем теле. Использовать вы можете любую нить, ту, которая у вас есть в наличии. И постараемся сейчас промотать так, чтобы потом уже нам не возвращаться, так как мы проклеили. Немножко-немножко вот так вот подровняем. Окончательно будем подровнивать, потом, когда обматывать будем даббингом. Подготовили. Теперь в качестве хвостика я, как всегда, использую те остатки, которые перьев у меня имеются в наличии. Для того, чтобы вас не затруднять, если у вас нет, можете взять для себя любое перо, взять пуховую, мех, всё, что вы сочтёте необходимым. Это не так существенно. Я беру хороший, жирный кусочек пуховой части. Можете использовать и перо, марабу. и отрезаю, чтобы у меня не было комливой части наших перьев, которые мы будем крепить. Такого пучочка, конечно, нам будет немножко маловато. Сразу подрежем те перья, которые у нас и повыдёргиваем, которые у нас рядышком попали, и у нас вышел вот такой кончик. Если по каким-либо причинам затруднительно крепить, возьмите вот так, смочив пальцы, вы видите, сразу у нас получается довольно-таки удобно будет крепить наш хвостик. Подводим ближе к загибу, не доходим совсем немножечко. И пару виточков вот так подхватим наш хвостик. С одной стороны вроде бы достаточно, с другой стороны я бы немножко добавил. Я добавлю. так же притяжной петлёй, чтобы у нас не рассредотачивался наш хвостик по всему цевью. Вот мы закрепили. Такой величины я считаю будет недостаточен хвостик. И теперь для того, чтобы 10 раз не мотать в одном и том же месте, простите за каламбур, нанесем сразу немножечко капельку клея и закрепим те материалы, которые нам потом необходимы будут при изготовлении тела. Для сегментации нашего тела я взял вот такое перышко гризли. Если у вас, допустим, такого конкретно перышка нет, пожалуйста, можете использовать любое другое перо, но желательно, чтобы его сами волоски не превышали сильно величину загиба. Закрепили. для промотки тела и его укрепления я буду использовать, как всегда, нехромовую проволоку, которая используется для изготовления спиралей. Подхватили. Немножко подравниваем место перехода. Вот у нас вышло почти нормально, нет перепадов, так как мы старались с вами обрезать остатки перьев и за счет этого у нас вышло более симпатично. Тело я буду изготавливать из контрастного даббинга, то есть или оранжевый, или желтый, или допустим красный. Вот тот, который у вас есть, можете использовать. Вот я допустим имею вот такой выщипывал подшерсток меха песца, он мне как раз и пригодится. Но прежде чем мы с вами будем это изготавливать нам необходимо будет хорошо подобрать нить. Если нить по каким-либо причинам у вас недостаточно крепкая, то необходимо поменять нить. Так как тело мы должны изготовить с вами плотное и крепкое. Тело будем изготавливать с небольшой конусностью, так, в центре у нас вышла небольшая возвышенность. Горбыль, как я его называю. И вот место крепления начинаем формировать наше тело. Вот так годится. И теперь смотрите, мы должны вместе крепления нашего свинца. Они дошли буквально здесь полсантиметра. Делаем, закрепим нашу нить, выполним завершающий узел накидной, как вам будет удобно. Здесь мы будем с вами формировать крыло. Нить пока не меняем, потому что нас она вполне устраивает и по цвету. Когда будем подходить к изготовлению головки, тогда это все сделаем. Теперь, как обычно, для того, чтобы не использовать большое количество даббинга, который вот такой блестящий, я обычно всегда беру и накладываю его сверху. Многие могут сказать, зачем это делается, можно изготовить тело. Я вам скажу одно. Когда оштукатуривают или красят, используют грунт и все что угодно для того, чтобы использовать меньше потом каких-либо материалов. Здесь тот же самый принцип. Держится достаточно хорошо наш даббинг и качество нашего стримера от этого хуже не становится. И выполняем с вами с вот таким ровным шагом возьмем перодержатель для удобства. с таким шагом выполняем до крепления нашей нити. Вот столько приблизительно вполне нас устраивает и будет достаточно. Сделаем один полный оборотик и теперь закрепим наше перо. остатки отрезали и убрали. Самый теперь ответственный такой момент у нас будет это мы будем с вами сформировать крыло. Для начала сейчас закрепим нашей проволокой перышкой. Я обмотку буду выполнять в обратную сторону намотки нашего пера. То есть мы закрепим достаточно хорошо наше перо. Раздвигаем вот так бородочки. Как я уже говорил можете использовать леску, проволоку, все что вы захотите это не столь существенно. Я использую то что у меня есть под руками уже проверено. Аккуратно стараемся не заминать бородочки дошли до места крепления нашего свинца. даже вот так немножечко промотать это не повредит. Закрепим нашу проволочку и остатки не откусываем а отламываем для того чтобы не было у меня острых краев. Открутили отломали в качестве в качестве как вы видите мы изготовили вот такое тело и как вам видно довольно таки привлекательное симпатичное для любого хищника. Тело вы можете изготавливать практически из любого дабинга. Можно использовать сразу блестящий. Но я по просьбе моих друзей которые всегда просят меня чтобы я показывал самый простой вариант какой только лишь можно изготовить. Поэтому я показываю для своих друзей. Для формирования крыла нам ребята понадобится совсем немножечко дополнительно меха. То есть мех писа мех кролика мех козы любой мех который вы допустим сможете найти у себя дома. Или же допустим чернобурка леса все что допустим у нас имеется в обиходе можно использовать для изготовления крыла. Крыло я буду выполнять двухцветное как обычно на всех экстремерах которые я изготавливаю. Вот я взял кусочек белого меха писа примеряя его длину. Длина его у меня должна белого меха доходить приблизительно до края моего хвостика. Отрезали удалили подшерсток не выбрасываем он всегда нам пригодится. И теперь у меня получается вот как вы видите волоски которые ну не совсем меня устраивают я их просто беру вот так и выбрасываю они достаточно жесткие. Подготовили с вами крыло приблизительно если вот как я вам скручу чтобы вы видели оно не толще самой спички. Теперь чтобы хорошо закрепить и качественно опять обрежем кромочку чтобы она была ровная промажем место крепления клеем буквально капельку и как обычно я вам рассказывал и показывал всегда наношу вот так вот капельку клея на торец меха держим вертикальной плоскости и притяжной петлей подхватываем наш белый мех ничего не рассредотачиваем ничего не поправляем как вы видите он у нас доходит за край до края нашего хвостика вполне все устраивает теперь вторая часть крыла я буду использовать у меня имеется вот такой черный мех песца слегка с белыми кончиками можно любой какой вы захотите коричневый одноцветный я также беру пучочек но несколько уже поплотнее нашего первого ну где-то наполовину считайте также подравниваю наши кончики убираем под шерсток так как нам лишний здесь он не нужен и он у меня выходит чуть толще спички примеряем его длину он должен быть немножечко длиннее у нас белого меха подравниваем также наносим клей и выполняем теперь крепление над белым мехом вы сами для себя уже потом в процессе рыбалки будете видеть насколько вам необходимо та или или иная величина крыла потому что все зависит от условий чем пышнее крыло тем допустим стример будет более устойчиво для быстрых проводок вот мы выполнили вот такое с вами сейчас я давайте наверное изменю ракурс и опущу ниже вот мы с вами выполнили вот такое крылышко теперь для того чтобы мне приукрасить мой стример нам понадобится вот такой плоский красивый голографический люрекс если у вас имеется кристалл флеш пожалуйста ставьте это не так существенно укладываю сперва сверху и стараюсь потом уложить его с трех сторон подхватили но я учитывая то что буду для вас изготавливать я подготовил для себя еще два кусочка таких люрекса и сразу будем крепить его с трех сторон чтобы не выполнять ненужную обмотку подхватили закрепили подровняем длину нашего люрекса сразу отрежем чтобы нам не мешало остаточки уберем у нас с вами вышло вот такое симпатичное крыло на нашем стримере и теперь самый основной момент который вы можете выполнять как вы сочтете нужным но я его придумал и он у меня работает именно так я беру мехписца теперь несколько другого оттенка вот у меня имеется вот такой цвет ашартрес если у вас имеется рыжий черный коричневый любой который вы допустим выберете для себя но почему именно мехписца потому что можно использовать вот допустим белый точно так же изготовить из него черный коричневый ну я изготавливал в этих оттенках и довольно таки привлекательная была рыбалка поэтому я повторю а вы уже можете для себя пробовать так как вы захотите сами возьмем совсем немножечко вот такой пучочек меха и полностью теперь удаляем весь подшерсток до середины буквально и неровные наши вот так волоски как вы видите оставляем теперь мягкая нам не нужна мы оставляем на дабинг а вот нам понадобится сам мех песца который вот такой несколько грубый подровняем наши вот так кончики и теперь вымеряем длину крыла которая у нас должна остаться вот так приблизительно будет достаточно чтобы доходило поверну к вам чтобы было видно до края хвостика прикидываем теперь сколько нам необходимо для того чтобы переломить наш мех закрепить и исполнить головку и берем отрезаем и выполняем теперь следующую операцию я укладываю мех буквально подвожу нить в колечку придется поработать левой рукой и укладываю мех так чтобы буквально миллиметр не доходил до моего крыла закрепили берем теперь еще один легкий оборот буквально от зависит от самой катушки оставляем берем еще такой же пучочек потому что одного нам будет недостаточно если у вас имеется хороший мех крашеный белохвостого оленя который достаточно мягкий используйте его потому что тот бактейл который имеется у меня я уже пробовал он достаточно жесткий и допустим для моих целей он не совсем годится точно так же подравниваем его по нашему меху чтобы подходил по длине остатки удаляем на наш даббинг аккуратно переворачиваю теперь крючок и такой же пучочек я укладываю снизу следим за тем чтобы наш мех никуда не утянуло вот так очень даже хорошо теперь промотаем как вы видите он у нас достаточно распушился и рассредоточился по нашему цевью проверили чтобы осталось место теперь для того чтобы была значительно более пышная наша головка так как если мы сейчас подвернем наш мех и изготовим головку для нашего стримера она будет недостаточная поэтому я в этом месте вот мы отрезали с вами этот даббинг который мы убрали мы его сейчас же берем и используем в качестве приготовления даббинговой нашей нити в данный момент рыхлость не имеет никакого значения поэтому можно использовать и комливые волоски можно использовать и пуховую часть которую мы вытащили это уже не так существенно блестящих элементов друзья мы никаких сейчас не добавляем мы сейчас формируем объем нашей будущей головы чтобы она у нас была несколько симпатичной вот мы изготовили с вами вот такую пышную голову которой нам будет вполне достаточно теперь для аккуратности я возьму немножечко промажу свое крыло которое я изготавливал чтобы не попадали другие волоски вот так и уложим его теперь нам необходимо с вами немножко подкрасить нить чтобы она не выделялась зеленый оливковый и подвести к месту крепления нашего крыла вот здесь и теперь аккуратненько мы берем наш мех который у нас получился и укладываем его равными частями слева и справа естественно и снизу вот приблизительно вот так как в одном из вариантов я изготавливал с вами окуневый стример мягенько подхватили сильно не усердствуем вот приблизительно так будет достаточно нанесем капельку клея и в этом месте сделаем завершающий узел ну естественно подровняем и приклеим глазки я приклеил глазки которые мы сами можем изготовить если нет возможности пользуйтесь покупными и вот такой наш стримерочек который я изготавливал для рыбалки ультралайтом можно забрасывать и обыкновенным и двуручным нашим нахлостовым удилищем друзья мои запорожца запорожья на днепре таким стримером ловили карпа сазана так что пробуйте экспериментируйте все в ваших руках материалы можно менять благодарю вас за внимание пишите до свидания